Пожар произошел сегодня утром на рынке Викалина. Загорелись вещевые ангары. На место сразу прибыли пожарные расчеты и бригады скорой помощи. К двум часам дня пожар полностью ликвидировали. Одна женщина пострадала. Ее доставили в КБСМП. Фатима Задзоева работала на месте. Такое уже не восстановить. Конструкции, которые полностью сгорели при пожаре, мебели, конечно, товар на сотни тысяч. Масштабы разрушений поражают. Очевидцы говорят, огонь распространялся с молниеносной скоростью. Один человек пострадал. Женщина получила ожоги средней тяжести. Ее доставили в КБСМП. По словам очевидцев, загорелся второй павильон, а затем соседние три. Выяснить причины еще предстоит. Среди версий – неисправная проводка. Люди остались ни с чем, без крова, без ничего. Вот представьте, чем жить? Давтра ничего не будет. По данным республиканского МЧС, площадь возгорания составила 4,5 тысячи квадратных метров. Спасатели эвакуировали 520 человек. Задействовали 19 единиц техники и 105 человек личного состава. Силы и следствия пожарной охраны вышли по оранженному номеру. Прибыли тысячи в 0.1. В тысячи в 0.1 было организовано тушение пожара. В результате тушения произведена локализация пожара в 10 часов 35 минут, в 11 часов 11 минут. Локализация открытого горения. В настоящий момент проводятся мероприятия по полной ликвидации пожара. Всего было задействовано. В настоящий момент еще продолжают работу силы и следствия МЧС, комиссии таких человек и 19 единиц техники и силы и средства. Обстоятельства происшествия выясняются. Оценку соблюдению требований законодательства о пожарной безопасности даст прокуратура. Прокуратура Республики Северная Осетия Алани организовала проверку по факту пожара на рынке Виколина в городе Владикавказе. В настоящее время выясняются все обстоятельства и причины произошедшего. В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства о пожарной безопасности. И по ее итогам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Сейчас продавцы подсчитывают убытки, но на компенсацию могут рассчитывать лишь те предприниматели, у которых есть официальные документы о расходах на товар. Кроме того, необходимо подтвердить статус арендодателя и предпринимателя. В данном случае необходимо установить, кто собственник ангаров, которые загорелись. В случае, если это был какой-то преднамеренный поджог, что, наверное, не исключается, пока идет следствие и соответствующие проверки, тогда давайте зададим вопрос, где противопожарная сигнализация, которая должна быть установлена, и системы пожаротушения, которые также должны функционировать и быть в исправном состоянии. Вот, ответив на эти вопросы, мы плавно подходим к теме компенсации. Безусловно, компенсация должна последовать от собственника или от того человека, по вине которого был причинен соответствующий ущерб. Омбудсмен также добавил, пострадавшие могут обратиться в аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей. Здесь им окажут всестороннюю юридическую поддержку. Фатима Задзоева, Игорь Войцеховский. Новости Осетии.